внимание в нашем интернет-магазине появился ладен 100 процентов натуральные волокна 8 цветов и также джерси 12 цветов 80 процентов натуральные волокна не пропустите добрый день вы на канале модной практики напоминаем что у нас видео выходит каждый день сегодня у нас гостях михаил черни добрый день да и сегодня мы пьем кофе для того чтобы познакомить вас с нашим новым автором который как бы согласился с нами сотрудничать и конечно мы очень рады этому обстоятельству сегодня я хочу чтобы михаил но сам рассказал о себе потому что как бы он конечно наш коллега очень любит шить очень любит кроить очень хороший специалист в области мужской одежды и вы не раз задавали вопросы когда же когда же когда же у нас будет что-то мужское и вот этот прекрасный день наступил у нас гостях михаил и он вам расскажет о себе и мы вместе вам расскажем о наших будущих планах ну расскажу я давайте о себе сначала небольшую историю как мы познакомились да с ириной михайловной вообще с этой командой прекрасными с модными практиками все произошло зимой 2018 года да да вот я во время такой небольшой болезни писал некоторые посты группе вк дизайнерс и друг там разыскивалась книга почему-то воротилова искали на самом деле десять мерок да и так я узнал о существовании ирины михайловны которая была автором этой системы рабочая система ее проверил все нормально все работает соответственно там полемика возникла по этому поводу и полемика происходит там до сих пор кто там автор этой системы она не она но дело не в этом система работает система прекрасная все кто и пользуются все довольны да я хочу только еще к этому всему полемики добавить что я как бы жила в риге еврейском окружном доме офицеров и и преподавали всем всем желающим всем кто ходил на курсы учился трехгодичных курсах но я хочу сказать то что как бы конечно я очень сильно переработала текст сама я просто вот десятилетиями с ней работала это правда и я сделал этот текст таким абсолютно удобным для пользования то есть теперь этот текст переработан так что любой человек возьмет и сделает как бы ну и как я конечно сильно в женском крое так и михаил силен мужском крое я все-таки хочу чтобы он подробно рассказал все таки о себе кем он является в 1902 девяносто третьем году я точно так же как ирина михайловна учился на курсах закрущиков при доме офицеров только в другом городе в городе армавире и вел эти курсы александр федорович субботин преподаватель ленинградского института швейной промышленности и вот он научил тогда все кто учился несколько лет на этих курсах своей системе ленинградская это за основу взята была система снижп самая первая версия и вот он ее нам преподавал система для женской одежды я точно также прекрасно знаю женскую одежду не так конечно как ирина михайловна не так силен моделирование но конструирование я знаю хорошо вот и эти системы конечно немножко разные ирина михайловна более современный вариант более удобный и более простой простой да я за простоту потому что мы это женщины какие нам надо быстренько одеться простота в чем простота в том что эта система позволяет очень быстро построить базовую конструкцию при индивидуальном пошиве это незаменимая вещь потому что очень мало тратится времени на построение базовой конструкции ту систему которую я изучал она более сложно она все-таки это вид промышленного конструирования тоже более упрощенный был конструктором александр все зачем но это промышленно а у ирины михайловны минимальное количество измерений много пропорциональных зависимостей которые иногда заменяют как не точность не точность в измерениях и это работает этому я вам рекомендую все таки с этой системой познакомиться либо ее приобрести а скажите еще вот расскажите нашим читателям вот я всегда говорю так например наша советская школа конструирование ведь она же очень хорошая была просто как бы если бы в то время вот как бы по-другому немножко вели себя руководители легкой промышленности мне кажется мы бы весь мир бы тогда деле ну она действительно очень хорошая была просто как бы ее вот как-то вот за затуркали затуркали и как-то вот я не знаю я вот сама считаю что это школа которую тогда мы получали но она очень была хорошей я отвечу так действительно на самом деле я сторонник советской школы и закончил южно-российский университет экономики сервиса по специальности инженер конструкторы швейных изделий и изучал несколько систем вузе в университете в том числе и они все основаны на советских советском в главное преимущество совет советского конструирования и вообще советской школы шите одежды она все очень научно производились большие измерения большого количества людей они все математически обработаны поэтому есть большая точность в общем инженерная работа научная проведена колоссальная ну и возможно это было только в такой огромной стране были выделения огромные деньги на изучение этой области измерялась население маленькое большое взрослые женщины мужчины и вы были выведены математические зависимости разработана типология она менялась из десятилетия в десятилетия система конструирования тоже устаревали приходили на приходили новые потому что появали появлялись новые типы фигур и соответственно имелись новые в том числе самая современная была вот в конце восьмидесятых годов это емкосев на которой основаны 10 мера на нем есть там некоторые элементы из этой емкосев и они прекрасно работают потому что там очень много используется радиусографии я хочу сказать что конечно может быть мы других стран оставали в дизайне может быть мы оставали в какой-то яркости еще в чем-то может быть в разнообразии кроя или цвета но в самом конструировании в своем конструировании я считаю что мы были очень сильны ну на мой взгляд причина не в этом мы не отставали мы просто наша страна пережила очень большую войну погибло очень много людей и стране необходимо было просто в короткий период наладить огромное количество производства одежды да потому что одеть надо было людей после такой большой войны и просто многие вещи были унифицированы упрощены поэтому проще было шить изготавлять одежду более простую массовым производством и этого достигли теперь ситуация изменилась сейчас у нас другая система общественная и мода у нас появилась та западная которая у нас но не было и сейчас но однако нас выручает те знания которые вот мы тогда приобрели на меня лично да все они всех выручает кто хорошо это изучал всех это выручает потому что вещи очень точные я хочу сказать что михаил очень силен в крое именно мужской одежды вообще любой мужской одежды и я хочу сказать раз подойти к тому что он согласился сотрудничать с модными практиками и мы пишем курс по изготовлению мужской рубашки и это будет не просто курс как все наши курсы а это уже будет но немножко другой курс и я хочу чтобы вот именно от той работе которую вот мы сейчас проводим но чтобы михаил нам вот но коротко рассказал пока это не реклама курса но пока это просто мы как бы немножко приоткрываем нашим зрителям за навесочку что у нас тут происходит ну мы уже в принципе закончили съемки этого курса на самом деле очень сложная работа проведена я никогда в жизни не работал перед камеря это очень сложно это примерно то же самое что выйти первый раз жизни на сцену кто выходил тот знает в курсе мы много чего сняли сняли мы прежде всего как человека измерить все что для этого нужно мы сняли курс как построить базовую конструкцию мужской сорочки мы сняли курс как изготовить промышленные лекала что-то близкое к этому не совсем но многим это помогли это понадобится люди мы же всегда что-то можем доснять правильность вопросы потом посыпятся и будут очень многие заинтересованы потому что получить знания от такого профессионала это как бы дорогого стоит и конечно когда вы начнете рабы работать по этому курсу вам захочется сделать больше у вас возникнут вопросы конечно мы будем всегда на связи с нашими покупателями ну и конечно мы сняли сам пошив сорочки причем мы сняли там несколько вариантов и причем отшивал сам михаил так и есть за машинкой сидел я вот мы сняли тех ногой вы пошива сорочки с длинным рукавом как там рукав планка обрабатывается мы сняли как обрабатывается короткий рукав два варианта изготовления воротника один более простой другой более сложный если еще будет возможность сможет мы третий вариант снимем еще один вариант есть обработки то есть все очень впереди много чего да поэтому мы очень рады сегодня представить вам михаила потому что для нас очень важное событие потому что нам люди пишут 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 сейчас идут вопросы когда будет мужские 10 мерок я отвечаю ребята никогда потому что я точно этим заниматься не буду это точно абсолютно потому что ну и мне даже нет надобности такой брать там получать какую-то еще квалификацию но если михаил согласится с нами дальше сотрудничать а я думаю он согласится с нами дальше сотрудничать конечно у нас будет больше мужского материала пока это будет сорочка мы к этому готовимся мы готовимся еще дальше работать но в более разных направлениях потихонечку все будет поэтому сегодня я хочу чтобы еще нам ну михаил подробнее рассказал о тех тенденциях потому что он изучал не только вот крой там ленинградский какую-то он очень много изучал разных кроев но я хочу чтобы вы коротко-коротко хоть чуть-чуть Рассказали нашим зрителям, дорогим, что там. В чём отличие одного, кроме другого? У меня классическое название тех измерений, которые я применяю. Основано это всё на типовой фигуре. За основу взята, опять же, система Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности. Она тоже адаптирована мной за много-много лет моего труда к своим условиям, к своим привычкам. То есть, каким способом получается развертка на тело человека? Ну, разницы нет никакой. Ирина Михайловна одним способом получает, я её другим. Мужская одежда и женская – всё-таки это вещи очень разные. Разные, совсем разные. Не надо думать, что это что-то же самое, взял там, что нет, нет. Прибавки другие, посадка другая. То есть, взгляд на одежду совсем другой. В мужской одежде это, прежде всего, симметрия и посадка именно изделия на фигуру. В женской одежде там… Всё, что угодно. Всё, что угодно может быть, и это можно выдать за фантазию художника. В мужской всё строго. Поэтому используется там больше, конечно, чем 10 мер, а где-то примерно 16-18. Многие из них – это контрольные измерения, которые, в принципе, не используются. Но на самом деле, зная типовую фигуру, можно использовать всего три измерения. Это рост, обхват груди третьего мужчины, обхват талии. И, в принципе, зная правильно их измерив, можно построить конструкцию на… Мужской сорочке. Мужской сорочке, не только, и пиджака, всё, что угодно. И всё будет, в принципе, сидеть. Главное – знать хорошо. А скажите, с какого размера начинается вот эта вся система? То есть, на мальчиков с какого размера? Мальчики… Ну, дети – это отдельная письма. Да, дети – это отдельная тема. Ну, я думаю, там уже с 15-16 лет, да? Могу только сказать одно. В принципе, что для мальчиков, что для девочек. Ну, единственное только, что у девочек – это с другой возрастной группой. Я не буду брать девочек. А у мальчиков, в принципе, пропорциональные зависимости, они все одинаковые. Что у мужчин, что у детей. Используя те же самые расчёты, что вы используете для мужчин, можно конструировать одежду и для мальчиков. В принципе, с самого маленького возраста. В моей практике были заказчики годовалого возраста и вплоть до 18 лет. Ну, я имею в виду такие уже, у кого ребята в школу ходят, но эти мамы, бабушки уже смогут сделать рубашку, да? Точно так же. Можно измерить. Вот это как бы я задала вопрос, который меня интересовал. Всё точно так же. Ничего там не меняется. Человек – это существо пропорциональное, там всё на пропорциях основано. Если вы посмотрите рисунки да винчи, всё сами поймёте. Ничего там не меняется, всё так и есть. Используете те же самые формули, рассчитываете, точно так же измеряете. И, в принципе, при определённой практике вы всё сами построите, всё сконструируете. Я хочу обратить ваше внимание на то, чтобы вы следили, как развивается наш канал. Сначала были модные практики, потом появилось у нас нижнее бельё. Потом появился Андрей Владимирович Софинин. Потом у нас появилась Олечка с темой «Мама – дети». Она уже сделала курс «10 мерок для девочек» от 8 лет и выше. И это очень удобный крой, я хочу сказать. Теперь у нас появился Михаил. И вы смотрите, как увеличиваются ваши возможности. Любой из вас сможет очень много что сделать, приобретая наши курсы, следя за новостями на нашем канале. Я хочу сказать ещё пару слов о Михаиле. Он практически очень хорошо знает портновскую работу, швейную, конструкторскую. И эти знания очень ему помогают. Поэтому он достиг таких успехов, таких знаний. И, конечно, мы рады, что согласны делиться с нами и нашими всеми подписчиками нашего канала. Но Михаилу, конечно, большое спасибо. Ну, на самом деле, не за что. Мне очень приятно вообще общаться и с Ириной Михайловной, и вообще с этой командой. Прекрасная команда профессионалов, которые помогают во всех абсолютно вопросах при съёмках, при любой работе. То есть это команда, на которую можно опереться и спокойно работать дальше, дальше и дальше. И делиться знаниями с вами. Ну и чему-то, может быть, мы и у вас научимся. Не без этого. Уже готова с вами прощаться сегодня, потому что мы много наговорили. Я надеюсь, Михаил у нас не в последний раз, потому что мы ещё вас, конечно, будем приглашать к себе, к модной практике. Без Михаила мы себя уже не представляем, мы уже так привыкли, что у нас тут Ирина Михайловна снимается, тут Олечка снимается, тут Михаил снимается, тут Роман снимается. У нас уже тут наша команда так расширилась уже до такой степени. Поэтому ждите, следите за всем, что происходит на нашем канале, ждите новостей, ждите новых курсов. Сейчас у нас готовится курс для мужчин, вы уже поняли, у вас скоро будет такая прекрасная возможность его приобрести. Мы благодарны Михаилу за то, что он с нами сегодня и за то, что он с нами работает уже на канале. Я рада, что наш коллектив вот так вот расширяется и что увеличиваются ваши возможности. Ставьте лайки, делитесь нашими видео в соцсетях, подписывайтесь на наш канал, приобретайте наши курсы. Всего хорошего, с вами были мы, Павла Штрина Михайловна, Михаил Черни. До свидания, до новых встреч. И вся наша команда.